Привет! Делюсь рабочим способом, как добавить насыщенных высоких частот на вокал. Впервые я об этом узнал где-то в 2010 году, практиковал на многих записях и могу рассказать детали. В этом видео мы не будем говорить о динамической частотной балансировке, а об этом поговорим в других видео. Здесь речь идет только о добавлении вокалу презенца. Для какого вокала это не сработает? Первое, для вокала записанного на очень плохой микрофон. Второе, для вокала с очень большим количеством фонового шума, особенно высокочастотного. Первое, что нужно сделать, это создать посыл и подвязать его к каждой вокальной дорожке. В данном случае это у меня женский и мужской вокал. На самом фаселе ставим любой удобный эквалайзер, компрессор и сатуратор. Когда у нас установлен посыл, мы добавляем эквалайзер и срезаем такой мягкой полкой приблизительно до 5000 кГц. Мы будем насыщать именно тот участок, который нуждается. Если у вас вокал слишком плох, можно поставить больше. Здесь вокал записан на очень хороший микрофон, поэтому мы используем 5000. После эквалайзера сжимаем все высокие частоты, чтобы они не мешали сибиллянтам, особенно на громких участках. Слушаем, как это звучит. Только посыл, который будет подмешан к основной записи. На мужском вокале. Но здесь мужской вокал он более громкий, поэтому у нас компрессор срабатывает больше. После компрессора ставим сатуратор. Я обычно использую ретро насыщение, где-то 10000+. Но если, опять-таки, вокал слишком плохо записан и нуждается в области обработки где-то с двух до десяти, можно здесь поставить также ретро и подмешать в нужном количестве. Когда наш посыл для добавления высоких частот готов, мы его будем подмешивать к основному вокалу. Зачастую минус 10 дБ подмешивания. Это такая золотая середина. Можно, если вокал слишком яркий, тогда вообще нет нужды добавлять подобный слой. А если он не нуждается в выраженной насыщенности высоких частот, тогда можно сделать меньше. Если вокал записан плохо и есть такой провал на высоких частотах, тогда можно увеличить. Но он за собой потянет какие-то шумы, слюну, артефакты. То есть это все нужно учитывать. Сейчас я буду включать и отключать наш посыл. И мы послушаем, насколько меняется составляющая высоких частот на мужском и женском вокале. Например, берем вот такой отдельный участок. Появляется такая небольшая атака. И будто исполнительница стала чуть шире так открывать рот. Более приятно звучать. Когда в миксе, когда очень много инструментов, и нужно, чтобы через перкуссию, через хэты вокал чуть пробивался наверх. Если нужно, чтобы вокал хорошо сел в микс и читался. Слушаем мужской вокал. Это такой простой рабочий способ. Он, конечно, не включает многих других обработок, которые нуждается. Любой из вокалов, динамика, эквализация, пространственные обработки и так далее. Если у тебя остаются вопросы по сведению и мастерингу, оставляй их в комментариях под этим видео. И получишь ответ в следующем видео. А также подписывайся.